Прогуливаясь по родному городу или селу, задумываясь ли вы над тем, кто был автором проекта того или иного здания. Если не так часто, то самое время познакомиться с творчеством Альфреда Ибрагимова. В проектном институте «Чуваш-граждан-проект» в честь 55-летия архитекторы собрали юбилейную выставку работ. Талант и мастерство заслуженного архитектора Чувашской республики Альфреда Ибрагимова широко известны и ценятся в архитектурной среде не только нашей республики, но и за ее пределами. Окончив Казанский инженерно-строительный институт по специальности архитектура, Альфред Лукманович по распределению приехал в столицу Чувашии. На выставке собраны самые разные проекты – мечети, здания судов и банков, поликлиник, дворцы культуры, административные здания и группы жилых домов. В моей работе нравится, я бы сказал, самый первый начальный этап, когда, условно, говорим «чистый лист бумаги», вот, условно, опять в руках карандаш, и в голове какие-то возникают образы, идеи. Конечно, для этого должна быть поставлена задача. Вот это самый для меня лично интересный момент, самое начало, когда что-то там начинаешь думать, мыслить, соображать. Архитекторы создают среду, в которой человек проживает, ходит ежедневно по улицам. То есть, насколько эта среда комфортная, насколько она не агрессивная – вот главный критерий, который, наверное, существует в нашей работе. Особо значимым среди проектов для архитектора считается реконструкция зданий Национальной библиотеки Верховного суда Чувашской республики. Работа не стоит на месте. Недавно он закончил проект реконструкции поликлиники по проспекту Ленина. Его здание – одни из самых привлекательных, красивых, удобных и находятся в довольно-таки очень организованных пространствах. Это талант Альфреда Ибрагимова. Мы хотели бы такие выставки иметь традиционными и постоянными. Альфред Лукманович награжден почетными грамотами Министрой России и Чувашии – медалью Союза архитекторов России. Коллеги уверены – награды еще будут, ведь в работе у Ибрагимова множество разных проектов. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика.